Очень хорошее заседание Высшего экономического совета. Есть наш цифровой мир. И образование, и предприятия, и правительство Чуваши, муниципалитеты участвовали в заседании. Ну и самое главное, что приехали гости, которые возглавляют цифровые компании мирового. Уровня конкурируют успешно на мировых рынках. И вот такое объединение разных направлений, разных организаций может привести к очень мощному эффекту. И мы об этом практически договорились. Будут предложения по развитию образования. Причем образование начиная с детских садов, школах, высших учебных заведениях, средних специальных заведениях. Переподготовка кадров уже, которые работают на предприятиях, в школах работают, соответственно, в управленческой системе, в муниципалитетах. Ну и многие проекты, которые есть у предприятий, которые собираются двигать федеральную власть, будут реализовываться в Чувашии. И, соответственно, мы сможем стать одной из самых передовых. А есть у нас заделы хорошие? У нас есть хорошие заделы. И по некоторым направлениям мы уже являемся лидерами. Там занимаем вторые, третьи, десятку. Входим в места вот такие высокие. А по некоторым направлениям даже лидеры. Так что у Чувашии есть хорошие заделы. У нас нет нефти, газа. Но с точки зрения цифровых технологий, приборостроения, электротехника, энергетика. Я знаю, и трактористы уже внедряют цифровые технологии в свою работу. И приборостроители, тем более электротехники. То есть у нас мощные заделы. И сейчас необходимо эти заделы превратить в такое серьезное дело, которое сделает Чувашию лучшим цифровым регионом в мире. При этом сама по себе цифра, она, скажем так, имеет цифровизация не самое главное значение. Важнее эффект, который мы получим. Это более эффективное производство. Это более комфортная жизнь. И это малые затраты при большом результате. При этом все должно быть комфортно и дешево. Вот цель нашей работы, скажем, системы информационной безопасности в энергетике обеспечивают наши специалисты и наши разработки. По программным продуктам Россия входит в пятерку ведущих регионов мира или стран мира. Соответственно, здесь у нас большие заделы. Конечно, были проблемы у наших цифровых компаний по освоению российского рынка, потому что раньше сюда пришли американцы, европейцы, японцы, южнокорейцы. И пробиваться вот в такой жесткой конкуренции было непросто. Сейчас рынок освободился. Давайте вперед. Тем более мы приняли законы, которые облегчают использование ноу-хау, всевозможные патентные возможности. И для айтишников специальный указ вышел, потом законом это закрепили. Освобождение от налогов значительное, всевозможные льготы, связанные с финансированием, по поддержке кадров. Поэтому уверен, что отрасль пойдет очень хорошо вперед. Ну и самое главное, чтобы мы это движение подхватили первыми. И вот это заседание, оно, я думаю, одно из первых после таких исторических решений президента по поддержке айти-отрасли. Поэтому тот, кто вперед в это дело включится, тот и победит, тот и больше получит.